Вот у нас есть негативное утверждение, оно звучит, я повторю еще раз, я переживаю за деньги, я боюсь, что их не хватит, я боюсь потерять и волнуюсь, что не заработаю достаточно. Если человек живет в этом убеждении, то у него обычно с деньгами становится все хуже и хуже, пока он сам не проявит волю и не выйдет из этого убеждения, из этого состояния, с помощью своей силы воли, волеизъявления. Значит, вот они все шесть сфер, тут про бизнес, про отношения, про жизнь, про людей, про здоровье и деньги. И вот то, что вам сейчас выпала эта карточка, это из колоды про деньги, вот эта желтая. Так вот, дальше я добавляю вот свою тоже такую подсказку, комментарий, описание, что здесь у нас описано, страх и завышенная важность денег. То есть, боятся и переживают за деньги те, у кого завышенная важность этих денег. То есть, они ее завышают. Ну и плюс отсутствие доверия Богу, Вселенной, Высшему Я, или как вы там его называете, в общем, жизни, да, в целом, можно так сказать, в общем, жизни. Отсутствие доверия жизни. Что жизнь, там, Бог позаботится, что, да, Он там помогает. То есть, вы не доверяете и, следовательно, боитесь. Когда доверие есть, тогда страха нет. Жизнь в напряжении, в гонке, потому что, ну, когда ты боишься, когда ты переживаешь, это постоянное внутреннее напряжение. Ты всегда пытаешься вот свести концы с концами, всегда у тебя там, да, вот какая-то нехватка денег. Короче, напряжение. Гонка за этими деньгами. Ну и это попытка контролировать жизнь. Почему контролировать? Потому что, когда ты доверяешь жизни, ты перестаешь ее контролировать. А так, значит, ты не доверяешь, следовательно, пытаешься контролировать и думаешь, что сделаешь что-то лучше, чем Бог, ну, например, да, или Вселенная. Вот. Обычно это не получается. Ну, не потому что ты какой-то не такой, а потому что завышенная важность денег, постоянное напряжение, постоянный страх, это все мешает тебе становиться успешнее. Вот почему не получается. Отказ от легкости своей силы Творца и уверенности в себе. То есть, ну, понятно, когда у вас постоянный страх и напряжение, то какая там легкость внутри, да, о чем мы говорим? Конечно, ее нет. И когда человек отказывается от вот этой легкости, а вы именно отказались, я именно так формулирую это, да, отказ от этой легкости, ну, и от своей силы Творца, Творца, которая у вас заложена, как у каждого человека. Ну, и уверенность в себе, то есть, когда ты уверен в себе, ты не боишься, ты идешь и делаешь. А когда не уверен, ну, конечно, все страшно, все непонятно. Вот так, вот такой комментарий. Также у меня есть в этой колоде, да, там есть вот QR-код, и вы его можете просканировать, и там получите список всех позитивных убеждений против вот этих негативных. Но на занятиях, как коуч, я предлагаю пока не подглядывать позитивные убеждения, а составить его самостоятельно, чтобы у вас было не мое убеждение, а свое. Ну, так ведь, да, лучше. Вот, мое может быть как пример. Вот давайте сейчас попробуем придумать, составить и даже записать позитивные убеждения против этого негативного. Как составляется позитивное убеждение, я тоже прилагаю инструкцию здесь, по QR-коду, по ссылке. И вы можете посмотреть, как это делать. Ну, я так в двух словах сейчас скажу. Ну, значит, во-первых, вы должны говорить про себя, то есть, что не где-то там, да, там есть деньги у кого-то, а надо про себя говорить, что у меня, да, что это вас касается. То есть, вы должны присутствовать в этом позитивном утверждении. Во-вторых, без частицы «не» и в настоящем времени. Что значит без частицы «не»? То есть, не говорите «я не бедная», скажите лучше «я богатая», да, или «я не боюсь выступать на сцене», скажите лучше «я смело выступаю на сцене», например. Ну, и в настоящем времени. Не в прошлом, не в будущем, а вот то, что именно сейчас. Вот давайте сейчас придумаем эту позитивную установку против этой негативной. Я вам могу дать время, вы можете написать, либо давайте прям вслух уже пытайтесь это проговорить. Она должна быть противоположная вот этой. Давайте свой вариант. Попробуйте, я буду помогать. Я имею много денег, я приумножаю деньги, я рискую, я много зарабатываю, я верю в себя, я верю в высшую силу, я в лёгкости делаю всё. Хорошо, доверяю, это ключевое вообще-то. А, я доверяю. Вот это вообще-то самое главное, вот вы не сказали. Ну, это мозг работает, я думаю, это ещё. Да, у вас просто ещё нету вот этого файлика в голове про доверие. Но вот этой новой нейронной связи, мы сейчас её создаём. Я вот вам предлагаю обратить внимание именно на вот это понятие, на вот это состояние доверия. Потому что, видите, вы не случайно его не назвали, потому что просто пока нету таких связей в мозгу. Но давайте их создадим. Давайте создадим эту новую, может быть, для вас эмоцию, как доверие. Да, состояние такое, когда ты можешь довериться полностью и знать, что всё будет хорошо, и жизнь, Бог, Вселенная, и твоё высшее Я, твой ангел-хранитель о тебе позаботятся. Можешь ли ты это себе разрешить? Я разрешил себе. И я учу на своих курсах по управлению реальностью, как это сделать. Или на консультациях, если надо. И там у меня вот эти, ну, чтобы вы понимали, вот эти все 96 позитивных убеждений, которые я написал, я их писал с головы. А с головы это то есть от себя. Вы их когда почитаете, ну, когда купите эту колоду, вы, ну, может быть, будете очень приятно впечатлены. И я надеюсь, что вам оно там достучится аж до души, да, до сердца, и вам будет очень тепло. Потому что, ну, я так, я писал так с душой, с теплотой. Значит, давайте вот, я переживаю за деньги. Что здесь противоположное может быть? Позитивное. Кто-то у нас ещё на связи. Если кто-то есть, предложите свой вариант. Я тут ещё вас слушаю внимательно. Да, давайте, Ирина, скажите свой вариант. Что противоположное сказать против я переживаю за деньги? Какое противоположное состояние должно быть? Я уверена, что с любым количеством денег я смогу свою жизнь организовать и устроить. Но как бы деньги, это возможность. хорошо. Ну, человек, который переживает, ну, для меня, это значит, он неспокоен. Поэтому... Ну, да, ну, я, например, да, я представляю, что уже ситуации были, в любом количестве денег возможно организовать свою жизнь и жить счастливо. Просто, да, деньги дают больше возможностей, и это правда. Переживать, переживать. Для меня противоположное слово по слову переживать, это спокойствие. Согласны? Да. Да. Поэтому я произношу такое убеждение, что я спокоен за деньги вообще. Вот тут у нас я переживаю, да, а противоположное будет, я спокоен, я уверен, я доверяю деньгам, доверяю миру, я спокоен. Потом, я боюсь, что не хватит. Что против этого сказать? У меня нет страха, или я уверен, что всего будет достаточно, всего хватит. Да. Я уверен и спокоен, и знаю, что мне хватит денег, ну, что деньги придут столько, сколько нужно тогда, когда нужно. и мне их хватит, да, на все, что мне нужно. Мне хватает на все, что мне нужно. Деньги приходят легко и вовремя, и мне хватает их тогда, когда, ну, там, наступает время расплатиться, например, за что-то, да, или купить. Потом, я боюсь потерять. Что здесь, какая позитивная установка? Я спокоен, что, как бы, она, да, не использовать частичу, нет. Да, не использовать частичу, нет, и лучше не упоминать негативные факторы. То есть, не надо говорить, я спокоен по поводу кражи моих денег. Ну, как-то чувствуете, да, оно как-то... Я контролирую свое финансовое состояние. Я чувствую, что приумножу. можно так, или можно, что я доверяю жизни и спокойно работаю с теми деньгами, которые у меня есть. Да, и легко отпускаю деньги, вот, потому что чем легче я отпускаю деньги, тем легче они ко мне приходят. Под словом... Я так может, суббит, я говорил. Под словом, ну, отпускаю, я имею в виду, что даже когда теряю. Но я не хочу произносить это негативное понятие, теряю, да, я скажу общим словом отпускаю. Я легко отпускаю деньги, и чем легче я это делаю, тем их больше ко мне легче приходят. Да, дальше. Я волнуюсь, что не заработаю достаточно денег. Какая здесь противоположная, позитивная? Я впевнена, что будет достатньо коштей. Угу, да, а еще? Есть варианты? Я могу больше заработать. Угу, я бы еще добавил... Я уверен, что денег будет достаточно, и не хватит на все мои желания, то, что... Требости. Я бы еще добавил сюда, что я работаю над собой, развиваю свои профессиональные навыки, повышаю стоимость своих услуг, да, свою ценность на рынке, и следовательно, я, конечно, уверен, что заработаю достаточно, потому что я работаю над увеличением пользы этому миру. Если я что-то делаю качественно и хорошо людям, так почему я буду сомневаться, что я заработаю недостаточно? Спасибо за субтитры!